В Тверской области вводят в эксплуатацию новые газопроводы. Власти Верхневолжи увеличили соцподдержку при газификации частных домов. Из больших актуальных реализуемых сегодня проектов разработка технической документации газопровода-отвода от Ржева до Нелидова, проектирование межпоселковых и распределительных сетей в Западной Двине, Торопце, Белом, Оленине и объектов, которые обеспечат проведение газа в Висейгонске, Сандовске, Удомельске и Лесной округа. На минувшую неделю в эксплуатацию введены внутрипоселковые сети в деревне Бережки Санковского округа. Уже подключены первые дома. С опережением плана заключено более 13 тысяч договоров на доведение газа до границ домовладений. Прорабатываются и новые меры поддержки граждан. Существенное подспорье, да, и разработано оно для многих. Категория граждан достаточно обширная, да, эта категория. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, члены семьи погибших и умерших, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семьи погибших и умерших, ветераны боевых действий. Это граждане с низкими доходами. Для этих категорий мер соцподдержки составляет до 130 тысяч рублей. Есть категория граждан, которая достаточно обширная. Это многодетные семьи. Для них размер субсидий составляет до 300 тысяч рублей. И участники специальной военной операции, члены семей, участников специальной военной операции тоже имеют право на мер соцподдержки до 150 тысяч рублей. Напомним, что глава региона поставила задачу для дальнейшего повышения темпов работ сократить сроки прохождения процедур при строительстве газопроводов, включая получение разрешений со стороны органов местного самоуправления. В начале октября в Верхней Волжье был увеличен размер социальной помощи при подключении домов к голубому топливу.